Это полный провал. Они уже кандидаты на вылет, хотя сезон еще только начался. Посмотрим, что игроки смогут показать по ходу чемпионата. Арбитр поднимает флажок, а значит игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Оффсайд. Десень. Аарон Рэмзи. Рэмзина. Вверху на Санчеса. Думаю, на вегиде забирает. Ей! Гогол! Гогол! Легкотлета сказали бы, взял высоту с первой попытки. А как иначе скажешь, что ли до этого поворотом соперников не бил? И пяти минут не прошло, а счет в матче уже открыт. И с дриблинговым ударом сейчас сложатся. Игроки практически в этом не сомневаются. Ну, давай! Ну, да, ау, господи. Дыши. Дыши. Рэмзина. Вновь фабрика с мячом. Вон персии. Другие. А вот удар и мяч. Крупный повороталян. Рэмзина. Да, мяч должен постоянно Фабригосу адресовываться, потому что дирижер. И за боковой линией будут футболисты вводить на жидкость. Матан. Верховного персия. А защитники куда смотрят? Вариантов много, но выбирают обычно на автомате. Защитник перехватывает этот мяч. Мяч в центральной зоне. Перехват. Самер на фри. И продолжается атака. Вот обыграл один Владимир. Сразу переезд численный может быть. Подозреваю, что галкипер сейчас поблагодарит защитника. Действительно спас команду. И... Спасает галкипер ворот. И удар головой. Да. Не только забивать галкипер ворот, у него еще 129 с обязанностей, но вот это главное он сегодня выполнил. Интересно. А где остальные 129 с обязанностей? Раздиралки? Давайте посмотрим еще один раз. А кто-то с другой камеры. И, конечно, это Стивен. Просто в Матанах на час опятник. Положение мне игры забирается Андрей Шевченко. Игроки в борьбу за мяч довольно жестко получаются. А вот хорошо играют в пас, правда? И Уэйн Руни. Много писали в газетах о том, что вот этот игрок сегодня может так определяющий. Разделяет ли это мнение Василий Соловьев, обращаясь к нему? Он сегодня просто рвется вперед и, конечно, будет создавать множество вариантов для полузащитников. Ара, друзья. Матан. Регас. Джерард. Верхов на Ван Персия. Регас. Еще одна передача на Сескофабрикаса. Ван Персия. Аарон Рэмзи. Ну, вот это 10% брак пока минимальный. Аарон Рэмзи. Бензина. Пас на Бензина. И вот свободный мяч остается на какое-то время. Можно и прицелит. И стандарт всего лишь будет. А эта атака могла сходу докатиться на чужих воротах. Классический фланговый вариант. Ищи кого-то в центре. Верхов на Ван Персия. Регас. но тут прогнозировать очень легко, потому что другие варианты в начале, в зарождении атаке Мы грамотные футболисты, но приятно посмотреть. Ну и что ж, разрыв все увеличивается и увеличивается и увеличивается. Можно пофантазировать, а с полом будут видеть конференции. У меня фантазии не хватает на этот разрыв. Такие большие ворота. Перерыв уже. Одна из команд забивает три мяча. Полный перевес одной из команд в первом тайме. И никаких призонов предположить, что во втором все перевернется с двух ног. И, конечно, это Стивен Джерн. Передача верхом на локу. Передача. Не то что мяч, а и равновесие удержать порой является проблемой. Одина. Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда. В этот раз он эту грань приступил. Диан. Пока. Сабарета. Верховного персия. Ара, драйвзи. Конечно, даром никто мяч не уступил. Тоже, между прочим, вариант изобновления или наоборот продолжение атаки аут. Чем пушка. Дегас. Ара, драйвзи. И вот, кричали ему с трибун, где-то поддерживали, где-то ругали. И вот, в конце концов, добились своего. Вроде начинает играть. Аймал мяч, доволен собой. Хотя, мне кажется, это все вопрос не стоит. Пас на Бензима. Быстрый переход в атаку. Это вообще по-прежнему. Ара, драйвзи. И вот, потеря в центре поля. Будут вырасывать мяч футболиста из-за боковой. Я. Пока. И по всей вероятности, вратарь исполнит свободный удар. Ара, драйвзи. Возвращает мяч партнеру. Бензима. Реши. Реши. Бензима. 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 Верховного Бензима. 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 Верховного Бензима. Верховного Санчеса. Опасный момент. Доварок речки не долетит. Защитник был пока. Берси. Ян. Бокао. Игрок поспешил и залез в офсайд. Аарон Рэмзи. Беши. Ошибка в передаче, а задумка хорошая была. Пока. А вот удар. И не только лотари должны преграждать пух мячу. И положение вне игроку северного судья на линию. Спорная ситуация. Претензии игрока. Хотя сам-то игрок, как он может, чувствовать, когда был он в офсайде или нет. Ну, что решили орбита проедить. Сабарета. Ян. Очень часто в подобной ситуации до того, как орбита расстановит игру и завершит ее финальным свистом, комментаторы начинают уже называть фамилии игроков за бюджет. Все, по сути, ясно. И, конечно, это Стивен Джер. Вот пошла борьба. Реши. Реши. Пас на бензима. Сколько сегодня уже обрезок устроил, сколько не точно передач. Может быть, перестать этим заниматься? Что-нибудь другим себя попробовал занять? Верховного персия. Арбитр поднимается по зону, а значит, игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Офсайд. Ну вот смотрите, чем больше офсайдов, тем с большим правом мы можем говорить, что команда форвардов играет на грани, да, что он ищет эту зону, что он очень напрягает защитник. Как подкошенный футболист падает, похоже, потянул мышцу. Алька как-то не было. И вот он удар поворотом. Располагается и те, и другие. Штрафной. Цепляют друг к другу, не без этого. И ватарский сейф после ударов головой. Сабалет, а? Дернул мышцы. Это три недели, если что. Аром Рамзи. Арбитр свистит и показывает на центр. Игразывает шанс. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...